Коле всего 7 лет, но рассуждает он совсем не по-детски, любит поэзию и растет настоящим патриотом своей страны. На презентации сборника детских стихов «За что я люблю Россию» первоклассник прочитал одно из своих произведений. Что для меня Россия? Это Кремль, что стоит веками, где солдаты прошли рядами, на параде под марш Чеканя, и дедов своих вспоминает. Это гордое знамя над нами, и земля, тут тверда под ногами, а еще это просто камень, и заметный потихший в канаве. Писать стихотворение гораздо легче, чем представлять его публике, признается юный автор. Мне все понравилось, и я, если честно, волновался, потому что это одно из моих первых таких огромных выступлений. И, ну, сказали стихотворение про мою родину, которую я сам написала, и песни. В сборник «За что я люблю Россию» вошли произведения детей, которые занимаются в студии «Писательское мастерство» под руководством Ларисы Майоровой. Расхожая фраза «Горячо любить свою родину» не дает ответа на главный вопрос – «За что я ее люблю». Замысел преподавателя – помочь понять ребятам, что для них является родным в своем крае, и чем они дорожат больше всего. Мы отличаемся от школьной программы, потому что каждый раз у нас на занятиях мы обязательно очень много дискутируем. И поэтому, когда я задаю тему, например, «Великая Отечественная война», или, например, как в данном случае, «Что для меня Россия», они сначала рассуждают, сначала они рассказывают, то есть прозой, а затем уже перекладывают на стихи. Занятия в литературной секции проходят в игровой форме. Ребята с большим воодушевлением постигают поэтическое искусство. Просто и трогательно они пишут стихи обо всем, что их впечатляет. «Я пишу стихотворения каждый день, даже в школе, о разных вещах, о природе, о животных». «Мы думаем, обсуждаем разные темы. Здесь очень интересно». «Мне нравится, я уже написала четыре стиха». Писательскому мастерству в Новоивановском учатся не только малыши. Ученики старших классов также с удовольствием посещают секцию. На презентации книги подростки в стихах рассказали, что же для них Россия. «Это гордость, любовь и надежда. Это вера в свободу и честь. Это кротости, мира, одежда. Это светлая Господа весть». «Самый горячий – кипятковый чай с лимоном. Бесконечные пробки в дорогах. Станции между университетом и Тропаревым. Студенты, цитирующие Достоевского в монологах». Поделиться своим опытом и мастерством на презентацию также пришли взрослые, состоявшиеся поэты из литературного объединения «Новоивановская муза». Татьяна Наджарова и Владимир Сытой прочитали ребятам свои произведения из детского цикла. Встреча получилась не только познавательной, но и душевной. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...